Всем привет! Сегодня вы узнаете, зачем проводить посынкование томатов и огурцов, в какие сроки его проводить и как правильно это сделать. Начнем с посынкования томатов. Посынкование у томатов это обязательная процедура. Проводится для того, чтобы пасынки не отнимали силой питания у кустиков и формировался полноценный урожай. Если оставить все пасынки на кустах, то урожай будет небольшой, будет позднее созревание урожая или вовсе урожай может и не созреть до наступления холодов. Будет сильное загущение, могут начаться различные заболевания и будут проблемы. Придется томаты обрабатывать, как-то подвязывать усиленно и вовсе, как я и говорю, урожай может не сформироваться. Значит, давайте начнем вначале с общих правил посынкования. Во-первых, посынкование проводится в сухую солнечную погоду, когда нет дождей, туманов и излишней влаги. Если проводить посынкование в такую дождливую, сырую погоду, то срезы долго не подсыхают, и туда может попадать различная инфекция, и томаты могут заболеть. Поэтому смотрите по погоде, когда есть солнышко, когда сухо, тогда и проводим эту процедуру. Значит, что такое пасынки? Пасынки – это побеги, которые образуются в пазухах листьев. И к посынкованию нужно приступать, когда сформировалась первая кисть. То есть, если вы увидели, что на томатах вот так вот появились цветочки, первая кисть затвела, все, приступаем к процедуре посынкования. Пасынки можно удалять сразу, когда они только появились маленькие. Их можно просто выламывать руками. Но если пасынки вот так уже подросли, естественно, что руками их не выломать. Придется использовать специальные инструменты. Можно использовать острый секатор, либо обычный ножик, хорошо заточенный, чтобы срезы были гладкие, не ворсистые, чтобы хорошо они зарастали. При посынковании также можно у томатов удалять и нижние листья. Нижние листья уже соприкасаются с землей, а это всегда риск развития различных заболеваний. Поэтому нижние листочки также можно удалить. Значит, посынкование для разных сортов томатов проводится по-разному. Если вы выращиваете крупноплодные сорта, вес плодов у крупноплодных сортов выше 300 грамм, это могут быть плоды и по полкилограмма, и по килограмму, то такие сорта формируются в один стебель. Как правило, это индотерминатные, высокорослые сорта. Все посынки удаляем, оставляем только один основной стебель, и все. Вот это формирование в один стебель. Самая простая процедура. Далее у нас идут полудетерминатные, индотерминатные сорта средних размеров, плоды у которых не достигают размера 300 грамм. Вот эти кусты уже можно формировать в 2-3 стебля. Значит, как понять, какие посынки удалить, какие ставить? Оставляем, например, если мы формируем в 2 стебля, самый сильный пасынок под листом ниже первой заложенной кисти у томата. Остальные все удаляем и таким образом формируем в 2 стебля. То же самое, например, формировка в 3 стебля. Но, как правило, формируют в 3 стебля детерминатные сорта. То есть сорта томатов, которые низкорослые, не вырастают высокими, обычно до метра высотой. Вот их можно формировать в 3 стебля. Поэтому оставляем, например, 2 пасынка ниже первой кисти. Остальные удаляем. И таким образом у нас сформируется такой хороший кустик. Кстати, есть еще сорта, которые и вовсе не нужно пасынковать. Это сорта розовый, не пасынкующийся, например, и монгольский карлик. Вот эти сорта и вовсе не нуждаются в пасынковании. Они растут обычно в открытом грунте. Их не подвязывают, только мульчируют почву. И там никаких этих процедур выполнять не надо. Но остальные все сорта в большинстве случаев пасынковать нужно обязательно. Чтобы не было вот этого излишнего загущения. Еще один такой сортотип томатов это гномы. Гномы это не значит, что томаты очень низенькие. Хотя и правда гномы часто низкорослые, но бывают и высокорослыми. Гномы это те томаты, которые имеют короткие междуузели. И за счет этого формируется очень высокий урожай. Гномы в большинстве случаев формируются умеренно. На гномах можно оставить 3-4 пасынка, особенно на низкорослых гномах. И у вас формируется хороший урожай. Слишком резать гномы не надо. Хотя многие рекомендуют и вовсе гномы никак не пасынковать. Но все же лучше эту процедуру проводить и здешние пасынки удалить. Когда процедура пасынкования проведена, томаты нужно обязательно осмотреть и провести подвязку. Кто-то подвязывает колышком, кто-то натягивает шпагат и подвязывает. По-разному можно эту процедуру делать. Но кустики не должны лежать на земле, должны быть стойко, плотно подвязаны к колышкам, либо к шпагату. Быть устойчивыми и не соприкасаться с землей. И еще важная процедура. Когда вы провели пасынкование, дождитесь вечера, чтобы уже срезы подсохли за это время. Либо на следующий день. И обязательно проведите профилактическую обработку томатов от заболеваний. Потому что все-таки мы нанесли какие-то повреждения томатов, появились срезы, и нужно все это обеззаразить. Лучше всего для профилактики заболеваний использовать биопрепараты. Можно обработать, лучше всего, кстати, обработать томаты раствором сенной палочки. Я использую сеную палочку Profit. Значит, по инструкции, если у вас сенная палочка Profit в жидком виде, 100 мл препарата на 10 л воды. И вечерком, либо ранним утром, когда нет палящего солнца, обработайте томаты по листу для профилактики заболеваний. И в этом случае томаты будут хорошо развиваться и порадуют вас урожаем. Ну а сейчас пойдем во вторую теплицу, и я расскажу про пасынкование огурцов. Вот мы в теплице, где растут огурцы. Как видите, уже хорошо развиваются, уже и плоды завязались. И обязательно нужно проводить пасынкование. К пасынкованию приступаем, когда огурцы вырастут больше, чем на полметра. Уже появляются пасынки, уже начинают завязываться плоды. И обязательно нужно эти пасынки удалить. Почему в теплице обязательно эти пасынки удалять у огурцов? Потому что огурцы растут при подвязке. И, естественно, когда будет обилие пасынков, невозможно все это подвязать, невозможно ухаживать. И тем более пасынки будут занимать много силы питания у растений, так же, как и у томатов. Поэтому и пасынки мы удаляем. В пазухах листьев есть вот такие пасынки. Их нужно срезать. Можно использовать ножницы, можно обычный ножик. И, значит, их удалить. Удаляем все эти пасынки и ждем, чтобы огурчики подрастали. Когда уже огурцы вырастут по метру. Вот видите, здесь уже огурец примерно метр. Там даже больше. Далее удаляем, опять же, еще выше пасынки. И обязательно еще удаляем потом нижние листья. Уже нижние листья будут не нужны, когда огурцы высокие. Они затеняют. Значит, мешают развитию. Где-то уже начинают желтеть. Поэтому можно несколько листочков нижних также обрезать и удалить. И далее, для огурцов основная процедура, это, естественно, что подвязка. Вот огурцы вот так на шпагате у меня висят. Можно их вокруг шпагата заворачивать, подвязывать. Можно использовать обычные такие прищепочки, которые в садовых магазинах продаются. И вот этими прищепками подвязывать. И опять же, та же процедура, что и с томатами. Это обязательно обработка от различных заболеваний. Потому что огурцы могут болеть пероноспорозом, поражаться. Поэтому сеной палочкой все-таки после посынкования, да и перед посынкованием уже надо проходить. Раз в две недели берем сеную палочку, делаем раствор и по листу обрабатываем. И огурчики хорошо растут и развиваются. Если, кстати, у вас огурцы высажены в открытом грунте, выращиваются просто на грядке. Их можно и не подвязывать, и не посынковать. Там будет формироваться естественный урожай. И на пасынках, и на основных стеблях. Там эта процедура не нужна. Но вот в теплице такая процедура обязательная. И еще один момент. У огурцов есть вот такие усы. Многие рекомендуют их удалять, что они отнимают много силы у кустиков. Но на самом деле не так уж и много они там чего отнимают. Это уже по желанию. Можете удалять, можете не удалять. Я, например, их не удаляю. Потому что огурцы еще вот этими усиками за шпагат цепляются. И такая получается надежная опора. Поэтому усы все-таки я стараюсь не трогать. Они никак не мешают. А вот пасынки обязательно нужно удалять. Обязательно проведите пасынкование у томатов и огурцов, чтобы быть с хорошим урожаем. На этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»